всем привет у меня в ремонте ford f-150 сейчас покажу удар пока всех с новым годом хотя это видео пройдет выйдет наверное где-то аж конец января в начале февраля но сейчас у нас 2 января я первый день на работе поэтому так с запозданием будет у меня просто есть несколько видео которые по очереди идут лучше их выставлять потом потом это будет но скорее всего конец февраля будет посмотрим то есть конец января будет смеси значит удар здесь в принципе по кругу дверь вот эту надо сохранить алюминиевая это все алюминиевая не знаю посмотрим как там получится что будет ну что дверь видно растянутая и алюминий выровнять немножко посложнее чем железо здесь вот это подтянуть потом надо будет раму перемерить потому что вот кузов удар был здесь и пошел дальше по колесу то есть надо будет раму померить сзади дасту диагонали потом здесь есть немножко пород эти два дента вмятина и такие двери тут тоже надо будет посмотрим либо кто будешь покрывать он здесь через дорогу как бы я с ним обычно переговорю и он сам говорит он сам сделает или меня надо будет делать потом здесь стойку здесь была ударена вот эта дверь выглядит что вот эта часть забита вовнутрь мне надо будет померить тоже все это так принципе по передку все нормально дальше кузов надо делать кузов вот замята вот это все тоже все алюминий я думаю что я вот это вот эту вот крышку вот эту в полностью сниму стык сделаю под ней то есть где-то здесь ткану она идет вот вот до сюда найдет здесь вот это заварить потом крышку обратно поставить на заклепки дальше вот это вот все пойдет целиком вместе с наружным она не выглядит ударено но за счет того что мне надо вот это брать потому что вот это хорошо ударен то есть он это не подлежит ремонт из за счет вот этого что мне вот это надо снимать намного проще снять вот отсюда отсюда немного заклепок так пойдет здесь вот днищу так пойдет и можно было бы вот так но я сделаю все таки вот здесь вот так здесь вот болты вот эти закручу заклепки и все целиком она все пойдет донор вот сейчас я просто что я сделаю я думаю что я вот так вот просто обрежу вот так здесь и вот сюда пойду так через стенку тут переднюю стенку через прямо по ней отрежу и чтобы не могли забирать его здесь где-то отрежу чтобы они могли забрать его они его заберут ну вот этот забрать вот этот я себе оставляю здесь и на земле будет удобнее работать можно его двигать как как надо короче думаю что я сейчас сначала наверно займусь все-таки кузовом потом мне надо будет этот поднять поставить на стойке линейки закинуть быть которые на раму идут эти линейки померить раму и кабина заниматься hi everyone happy new year today's january 2nd i think this video i will post it end of january but i know it's kind of late but anyways happy new year to everyone i have that 150 i believe it's hybrid have to fix this door it's all aluminum fix those then here that side i have to dance and also gotta check the frame especially rear because the bed was in the bed is damaged you can see there was heat on the wheel then also i gotta check the a-pillar especially lower part because look to me in but anyways gotta check it so here on the truck on the cup it's not a lot but i gotta fix this bed and i think you understand what i'm saying because i was showing so i'm gonna change it probably i'm gonna change it probably somewhere here i'm gonna take this off this cap as you can see i'll take it off nicely and then we'll put it back why i'll take it off because i need to weld it here so it's gonna be it's not gonna be visible under maybe even here so i'll weld it i'll be able to put a plate inside no one will see it but it's gonna be stronger and i'm gonna change the whole inner piece as well skin and inner piece because it's gonna be this way it's gonna be easier because anyways i need this post i need this post because that one the parts one is i mean that one is damaged so i need this and it's gonna be way easier just to take it with the inner piece because anyway once i take the skin they're gonna throw the bed off i just asked him and he said do whatever you want to do and then we're gonna throw it off so yeah probably start we're gonna out i'm gonna start with the bed fixed bed and then most likely tomorrow afternoon i'm gonna start the frame the cab so Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Снял эту бочину... В принципе, вот так она и пойдет... Вот как есть... Так и пойдет... Здесь придется немножко нелегко засунуть... Вот этот заходит сверху... Вот этот снизу... Между ними идет один металл... Здесь... И вот здесь вот есть заклепки, которые надо поставить... То есть мне надо будет отсюда... Снизу добраться как-то сюда... Поставить пару заклепок... Но я думаю, что я доберусь... Если вдруг нет, то придется вот эту вот снимать... Я думаю, что доберусь... Потому что я смотрел... Там руку можно легко, без проблем засунуть... Дальше вот это... Вот эту я отрезал чуть побольше... Но скорее всего вот так вот отрежу... И вот здесь вот именно буду стыковать... И потом здесь заклепки... То есть как бы это обычное дело... Этот я снял... Завтра выкину уже сегодня не буду... Вот здесь отрезал... Но тоже еще не по этим... Там я вам показывал, что где-то здесь буду резать... Вот это... Я здесь отрезал больше, а там отрезал вот так пока... Тут просто так отрезал... Но сейчас надо будет... То есть не сейчас, а завтра уже... Уберу проводку... Вот эту крышечку досниму... Вот эти заклепки надо убрать несколько... И снять... Вот... Дальше здесь... Здесь снял... Таким вот образом... То есть мне завтра надо будет вот эти вот все позачищать... Потому что они чуть только выступают... А они... Оно должно быть здесь все ровно... Чтобы не мешали... И... В принципе... Все, завтра буду ставить это все... Я даже подозреваю, что... Если я сильно не... Не разленюсь завтра, если пораньше приеду... В принципе здесь работа на 2 часа где-то... Все подготовить буквально... Я не знаю... Ну максимум полчаса должно уйти... Здесь немного и подготовлю... И... Поставить... Поставить и заклепки поставить... Ну и вот здесь вот надо будет обваривать... Вот это алюминий... Я зачистил специально чуть побольше... Вот здесь именно варено было... Не заклепки... А заварено было... И это все надо будет заварить... Заново я зачистил больше... Чтобы поднять дно... Чтобы не прорезать его... Так... Либо надо было... Оно плотно ложится... Либо резать дно... Не хотелось... Не все... А так все... На сегодня я заканчиваю... В принципе уже... Темно... На улице... Как только темнеет... У меня уже кажется... Мне кажется что поздно... В принципе точно сейчас... Наверное часиков... 6... 7... 6... Начало... Седьмое... До завтра... Итак... Как вы посмотрите... Как вы можете увидеть... Я уже... Порядки... Так... То есть... Как я хочу... Умирить... Сады... Для дно... it came nicely i'll just have to cut this i want to cut it here that's all and then take this piece which is not taken i just cut it but now i have to take this off and have to cut these right here those were aluminum spots welded so i had to grind them i mean i could drill them out but that's all so tomorrow morning i'm gonna make it ready install that piece put the glue riveted and but also i'll have to check the tailgate as well and then i'm gonna start doing this truck but i already talked to the bundle guy so he said all this stuff he's gonna do it by himself this door those two dents then these dents as well here but the door he said let's see tomorrow maybe we'll try together so me and him we will try i just wanna make him more work because he's a dent guy and a bundle guy it's the same guy so tomorrow if you'll need my help i'll help him with the door because they don't have the door it's really hard to find the door so we have to save this door so that's what we're gonna do tomorrow this truck i was supposed to do it but i didn't see the truck didn't take a nice look so when he brought the truck the truck was i put it on the frame checked everything but there is a big buckle and the shack tower i don't think you can see but the shack tower is in there are two big buckles so i just told them you need to take off the engine and the cab because the shack tower i can't measure it unless he'll take the cab off and the engine off so he's gonna take the truck tomorrow and we'll see what he's gonna do for me it's better even if he'll find somebody else i just kind of don't want to do this truck because it's really bad damage or i would say better to swap the frame maybe tomorrow i'll show you the the close it's closer you you can see but it's a big buckle big three buckles on it on the left rail well now today i'm done today i'm done today 2 January 1st the first day in this year i'm on work i'll show you the next day i'm done now i'll show you the next day i'll show you the next day i'll show you the next day Поэтому надо будет немножко в 24-м напрягаться. Как минимум в начале пока есть работа, не знаю, что-то с экономикой дерганой. То туда, то сюда, то сейчас цены на машину упали. Но, слава богу, у меня наоборот, как бы больше и больше сегодня звонили опять, просто машину сделать, но я отказал. Потому что у меня есть два клиента, которые постоянно поставляют машины. Но если не успевают они, я беру так обычно со стороны. Если кто-то звонит, кто-то кому-то передал и звонит, то я беру. Но сейчас пока есть у меня пару заказов со стороны, плюс эти два... Купые ребят, которые мне машину дают, в принципе, у них тоже получилось так, что у них поднабралась я где-то немножко. Уже были у меня машины со стороны, поэтому пришлось немножко их откладывать. И у них поднабралась... Но их не хочется терять, этих двух, потому что это постоянные клиенты, проблем нету никаких. Надо разобрать машину, разобрали, надо снять двигатель, сняли. Кабину на пикапе снять, снимут без проблем. Поэтому как-то так, не особо хочется их терять. Пока буду отказывать всем, кто будет звонить, просить, буду отказывать. Сегодня одному отказал, и буду думать, что в дальнейшем пока буду отказывать. У меня там еще какие-то планы есть через пару месяцев. Уже если будет так, как я думаю, то уже потом расскажу. Пока сейчас не буду говорить, потому что мало ли много чего может поменяться. Но так-то вообще... Пока нет смысла, короче, брать машину. Со стороны, сколько есть, вот эти два клиента. И сколько я поднабрал. У меня там есть такие сложные удары, которые займут то же время. Вот этот удар такой. Помните, что я чувствую себя, чтобы собирать была онлайн, Продолжение следует... Продолжение следует... Что у нас тут? Тут большой зазор, потому что здесь надо подрезать, где стык будет. Тут я убрал зазор и практически вот стяжку поставил, потому что они были большие. Мне надо... В принципе, небольшой зазор. Вот здесь именно вот такой он должен быть. Здесь чуть-чуть надо будет увеличить потом. То есть я когда расслаблю стяжку, здесь его практически тоже маленький очень. А тут большеватый. Короче, мне надо будет сейчас так заклепки поставить. Ну вот эту нижнюю подрезать, заклепки поставить и потом уже расслабить. Потому что верху он не держится вообще нигде. Верху полностью вот эта часть свободна. Что там, что там. Продолжение следует... 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В принципе, как обычно, планы были сегодня. По возможности и это закончить, и здесь закончить. Но поздно начал. Сегодня где-то уже в обед, наверное, двум, наверное, было уже. Начал. Ну, здесь закончил. Завтра посмотрим, как получится. Во сколько я приеду, надо будет ставить на стойки трак, либо, может, сегодня успею поставить на стойки. Поставить на стойки, привязать его, померить раму, посмотреть. И... Раму, если надо будет потянуть, потянуть. Потом вот здесь стойку потянуть. Короче, что мы здесь решили, здесь я ничего не трогаю. Не здесь. Не здесь с этой стороны дверь. Они что-то не совсем разобрались. Короче, он пришел сегодня и говорит, о, нет, дверь... Он то ли не заметил ее, то ли, не знаю. Короче, владелец пришел, говорит, не, нет, дверь эту меняем, потому что... Говорит, она мне дороже выйдет. Потому что мне надо будет взять какие-то деньги. Потом шпаклевщику надо будет взять. И дверь будет шплеванная. А она стоит там всего 350, по-моему, долларов. Просто почему они сначала думали менять ее? Потому что вроде бы как она... У дилера нет ее. То есть надо ждать. Я не знаю, сейчас такая проблема творится с запчастями. То ли умышленно это все делается, то ли не знаю, ну, короче, надо ждать. Значит, здесь что получилось? Получилось все отлично. Заклепочки здесь. Здесь на этот болтик он так и стоял. Вот так поставил, все отлично. Здесь все отлично. Вот здесь про вот эти вот то, что я говорил. Надо будет сейчас мне добраться до них. Здесь заварил, зачистил, поставил на заклепки. А вот эти, где было заварено, просто клеем замазал пока. Потом он подсохнет, он вроде уже более-менее сухой. Завтра уже просто счищу, и он будет... Он такой твердый клей. Будет ровно здесь. Они по-любому вот этот будут кидать. Здесь вот так. И вот так. В принципе, получилось очень даже хорошо. Крышку еще после этого не ставил. Сейчас просто расслабил. Такое ощущение, что сильно не ушло. И здесь вроде подтянул. Потому что я заметил, что вот здесь оно отстоит. Вот здесь. Короче, вот эту вот подтянул чуть-чуть. Сейчас крышку поставлю, посмотрю, как зазоры, но должны быть хорошо. Такое ощущение. Такое ощущение. Потому что я просто болтал это. И не положил. Я просто болтал. Я знал, что я должен проверить. И потом мы положим на правильный положение. Такое все. Сейчас я, наверное, буду поставить крючок на станции. Убираем крючок. И мы будем домой. Отклица. Продолжение следует... Смотрите продолжение в следующей серии. Смотрите продолжение в следующей серии. Там где-то возле той передней тоже самое. Нахожу дырку, замеряю. Все, я убедился, что у меня здесь стоит все нормально. На стойках рама стоит нормально. Бывает не так. Бывает, что допустим вот здесь не ложится. Это потому что уже понятно, что рама кривая. Здесь легла даже без того, чтобы я натягивал цепями. Цепей нет, как видите. Я цепи даже еще не ставил. Рама легла везде. Четко лежит на стойках. Потом, там у нас куча дырок. Впереди куча дырок. Я все эти дырки по всем этим отверстиям замерил. Высота идеальная. Потом, так как удар был здесь, у нас получается сзади. И колесо они поменяли. Поэтому здесь как бы удар был. Бывает, что здесь может сыграть. Поэтому я замерил просто вот эту заднюю часть. Вот именно где кузов садится. Замерил диагональ. Диагональ вы видели четко стоит. Перед я думаю, что они будут трогать. Хотя я могу вот эти... Могу линейки кинуть. Линейки могу кинуть. И на всякий случай. Но там я практически уверен, что все будет хорошо. Потом, сейчас привяжу уже раму. И начну тянуть вот эту стойку. И в принципе все. Мне надо стойку потянуть и все. Так что, я установил трюк на стены. Волосы не трогают фрэм, как вы видите. Реар, я не могла убить их, потому что они трогают фрэм. Волосы не 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 трогают фрэм. Это не будет фрейм, но вы будете знать, как она сидит, но вы можете сделать здесь, и здесь, и здесь. Возьмуты должны быть同じ, что я сделал. Также у нас много возьмуты здесь, которые мы можем сделать. Так что я сделал. Я просто не делал видео. То есть, все прямая. Тогда... Просто потому, что свет был здесь, на правом месте, как вы можете видеть. Так что вы можете сделать. Возьмуты. Возьмуты. Я проверю, что вы можете видеть, что на рейтинге, на рейтинге, на рейтинге. Вы видите, что на рейтинге есть прямая. Диагоналовы. Они не очень-оченькие. Не даже миллиметр. Так что, это все-очень. Прот-эйтинг. Прот-эйтинг. Прот-эйтинг не было... Я буду делать это потом. Но я уверен, что все будет прямая. Так что я буду делать. Я буду делать это. Прот-эйтинг. И начну снять с пилой. А-пилором. Сделать вверх. И я закончу. Так что я думаю, что я должен сделать это в несколько часов. Сейчас я hop 해�аю approve of снять с zul name. Повару на рейтинг. Прот-эйтинг правильно. и surveys precis делать не пр ineffective. Поджигplatz. Поджиг renovright работод 0.135. Готово просто $9. Скорреп downloading. так я думаю что я закончил и трак уже все здесь двери замков нету на дверях двери забраны но зазоры идеальные сейчас я крыло еще поставлю так то в принципе подтянул стойку там немного надо было как я и говорил это остается уже шпаклевщик сам будет делать здесь вот тоже есть хоть и если видно видно наверное думаю интересно если здесь видно линия да вот эта дверь чуть выше теперь смотрим здесь насколько видно здесь прямо ровно идет линия я не знаю где проблемой в чем даже вот этот вот угол если вот этот смотреть вот это чуть побольше как будто чем здесь здесь маленький так смотрится мне кажется и камера тоже передает потому что я смотрю на камеру по моему тоже самое видно ну вот я несмотря на камеру здесь смотреть она совсем как будто бы другая идет форму вот здесь вот это на этой на этой ну это не мои заботы так зазор отличный здесь отличный то есть не сейчас надо будет просто крыло но я думаю что я все заканчиваю просто сниму машину сниму тракт на колеса поставлю сниму его внизу и поставлю по лесу чтобы не прыгать туда сюда и позову скорее всего их сразу закинем кузов сюда и на этом все так зазоры стали хорошо как и предполагал здесь уже покажу здесь отражает не буду показывать дальше ничего там показывать в принципе эту сторону тоже показывал кузов тоже вчера по-моему показывал вроде как прошлись по всем этим но короче вот так вот здесь смотрится больше он так и должен быть потому что здесь фонарь садится и вот этого не видно здесь фонарь идет по вот этой вот ровненько выходит на вот этот угол вот так все на этом все я сейчас выгоняю трак они не привезут другой трак буду его дальше записывать тоже интересно там получается рама кусок надо поменять и боковую часть от это и так что я закончил так что я закончил так что я закончил это оттуда из магазина и они собирают мне один из-за символа но у меня дамажа это не так они собирают это с форклифтом и потом собирают это с форклифтом потому что мы можем собрать это на форклифт но они должны собирают это оттуда власть поэтому он просто будет сфорклифт и оттуда из-за шар 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 шар